Забрала Настю со школы, у нас опять тревога, в три раза была и Настя говорит. Замечательная похода. Нет, Настенька, они вот уже распустились как несколько дней. Конечно, просто не наблюдала. Бумажка лежит, так убрать. После дождика прям зелень поднялась. А я же закрыла все, конечно. На, держи. Держи ключик. А я только думаю, сейчас буду есть, жарить картофель. Это ж я бросила все, представляете, с перепугу. Начали мне вдвоем названивать, все бросила, все покинула и помчала аж забирать. Думаю, кто знает вдвоем. Смотрю одна, потом следующая. Давай, давай меня. Мама, быстрее забирай, забирай. Мы уже тут не можем. Конечно, три раза на день в подваре сидеть под час. Ой, какие вы влюбленные. Какие влюбленные. Так, я туда переодеваюсь опять и начинаю готовить. Жарю картошечку. Очень хочется солеными огурчиками и помидорами. Вот такая вкусная жареная картошка. Буду насыпать. Ммм, какая вкусненькая она. Я тоже делала зарядку на этом огурчике. Смотрите, какой получился творог. Он твердый-твердый, то есть вот с него можно сделать было бы хорошо соленый сыр, который можно было бы на хлеб положить. Смотрите, какой твердый. Класс. Сейчас я его хорошо разомну. Добавлю сахар, желток и буду делать манники. Такой твердый. Даже сыворотка тут немного оставалась после холодильника. Надо все-таки желточек сюда добавить, чтобы размять. Первый раз делаю. Я так поняла, что нужно потом манники будет обмакивать в яйс. Это надо хорошо будет взбить. Перед тем, как их шарить, берем яйцы и сковороду. В общем, настолько меня впечатлели эти манники, что я просто не могу их не приготовить. В общем, надо хорошо это размять. А я делаю манники. Посмотрела же в интернете. Значит, на литр молока добавляем 13 ложек манки. Молоко должно быть горячее, то есть закипеть и отставить его. В общем, довожу опять до кипения и повариваю так, чтобы была густая масса. У меня вот такая масса получилась. В общем, заварилась она густенькая такая. Пусть она остынет немножко. Говорят, что надо лепить пока теплая. Горячая, теплая, чтобы не остыла. Чуть-чуть остынет совсем. Вот таким вот образом. Обязательно надо ложку вмакнуть в воду только тогда. Вот так взять очень сложно. Вот так вот их раз. Вот это так. Как я видела, так я и делаю. Ой, такие надо немножко больше. Сейчас она тут слабенько. Так, сейчас муки чуть просили. Еще и надо их слепить. Руки в муку. Дворожок получается внутри. Смотрите, какие симпатичные. Вот так. Вот так они выглядят раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, шесть. и на сковороду это смокота запах такой стоит просто я уже чувствую как я буду это есть и сейчас я сварю еще и кисель буду сейчас первый раз пробовать собственного приготовления маленьким сейчас попробую может магазины действительно вкуснее очень вкусно я бы сказала что похоже на сырники с творогом не похоже на сырники только шейка но мне потому что там творога совсем немножко в середине кисель вишневый так в общем напоминает сырнички вкусные со сметанкой было бы еще лучше хотя на любителей с кисель очень вкусно и сметанка дегустацию прошли я делала маленький настой ты хочешь дам середине творог не такие как вчера мне вчера очень понравились маком давай похоже на сырнички настой хорошо сейчас тебя наступим так давайте попробуем вот маленький створог который нам приготовила что радуется вкуснее вкуснее вкусный сметану дать луна куда ты пошла души не мешай со сметанкой класс привет мои дорогие еще раз у нас вечер всем доброго времени суток то меня я хочу ответить на один из комментариев я опять его только что вот прочитала думала ну что вам что-то записать я его встречаю очень часто и и вот сейчас давай давай что пишут если у меня какие-то друзья если у меня еще какое-то общение помимо моей семьи я такой человек который очень любит общаться я очень люблю общение но я не могу это при себе сейчас позволить у меня нет на это времени вы может быть не поймете да где-то но я постоянно чем-то занимаюсь просто у меня нет времени да там посидеть там отдохнуть поболтать это супер мне бы может быть сейчас этого как раз и не хватает скажи луночка как не хватает пообщаться посидеть поболтать да но я не могу у меня нет времени допустим я занялась ютубом и ютуб меня просто не пускать да серьезно я вполне серьезно вам говорю ютуб меня не пускает у меня нет абсолютно времени если бы у меня был один канал до времени может быть мне бы доставало вот сейчас у меня пол восьмого вечера а я закончила монтировать асмр видео если я его бы не сделала и плюс того что монтировал я еще накладывала звуки то есть это у меня заняло ну часа два с половиной все вместе монтаж на наши звуки просто так звуки я тоже не наложу у меня в доме есть дети с которыми нужно договориться чтобы они тихо сидели с лункой обязательно договориться чтобы она была если рядом тихо себя дела то есть это моя тоже работа поэтому посидеть конечно вообще с утками только либо монтирует либо я снимаю монтирую загружаю то есть у меня нет времени я надеюсь что когда-нибудь это случится и мы обязательно будем отдыхать вот сейчас у меня просто не получается поэтому надеюсь завтра мама будет день до общения не хватает согласна где-то там вот хотя бы по субботам либо воскресенье ну понимаете допустим все люди вот сейчас я думаю чем-то занимаются потому что после зимы без сна а мы живем все-таки в селе частный сектор он постоянно не дает людям отдыха да мы все постоянно работаем поэтому я надеюсь что когда-нибудь мы отдохнем посидим пообщаемся вот еще будет хорошо на самом деле вот такие вот у нас дела все люди сейчас заняты все в работе и конечно же ходить по гостям тоже это не вариант потому что было бы лето да вы могли бы там пойти в гости сходить куда-то к нам бы кто-то пришел ну просто это сидеть в доме это тоже не очень интересно правда так что вот такие вот у нас дела что будет завтра я не знаю два раза вы выгружать видео это чуть чуть больше я у себя забираю времени поэтому и вот эти два дня посмотрела смотрела и буду смотреть если я где-то пропущу утром не выложу не обижайтесь пожалуйста вечером буду выгружать обязательно ну дай бог что был свет и интернет это вот в чем еще дело я всегда думаю господи хоть бы у нас был был свет и интернет меня ждут мои зрители мои любимые подписчики мои зрители которых я люблю я просто живу этими каналами да я у меня есть друзья вот вы интернет друзья это что же друзья почему же нет я со многими общаюсь в инстаграм кто-то пишет кто-то в игрок пишет мы общаемся и это очень приятно это вот что вот такие вот у нас дела будет у нас канал конечно же приходится постоянно работать и время на отдых у меня не добрались мы уже наконец-то главному вопросу если у меня общение и если у меня друзья друзья у меня есть у меня есть у меня есть самая такая вот хорошая тут подруга и кто мне здесь помогает конечно же она во все помогает мне она машину отремонтировать я ей звоню она говорит своему мужу он мне ремонтирует машину стиральная машина поломалась она звонит она дает телефон муж ее везет мне стиральную машинку ремонт и все что мне нужно я говорю ей и они мне помогают во все помогают они поэтому у меня есть друзья но мы не можем сейчас вот так вот общаться в плане там где-то посидеть там отдохнуть конечно хочется вот но я надеюсь что потеплеет и опять же я же вам сказала что мы живем в селе где постоянно есть работа что у меня работа что у них работа тем более они работают работают до определенного времени да после этого нужно идти семью дети надо готовка то есть ну практически времени вот такого нет вот чтобы собраться и это нужно планировать но я надеюсь что это так будет конечно же вот плюс у меня есть масса сетка которая вот всегда мне шла на помощь если есть что-то нужно она может ко мне обратиться то есть у нас есть такое общение вот я вообще такой человек который ну тоже приду на помощь если нужно я тоже приду на помощь поэтому у меня нет проблем вот с этим а вот есть только проблема в том что чтобы нам собраться и там как-то отдыхать но это время не принципе нет ни у кого и у меня нет времени да и сейчас его вообще нет ни у кого я надеюсь что это будет что мы будем отдыхать будем общаться будем как-то так вот проведите какое-то время хотя бы раз в месяц конечно это было бы здорово поэтому все я буду заканчивать общение ну я бы не было бы блогером если бы я не любила общаться потому что блогер в основном это те которые только любят общение как-то так все мои хорошие пока пока